привет народ привет youtube ушла подальше от шума городского у нас такая тут зимняя погода метель вот в лесу как-то поменьше ощущается ветер знаете я же люблю проводить сравнение и параллели подумала что сегодня к нам вернулась цивилизация анны и анны если вы помните по историческому экскурсу который нам рассказывали школе который описывается в прошлых произведениях она она очень любила ледяные скульптуры дома шутов и фейерверки и такое праздничное было управление любящая вот именно празднество мне кажется несмотря на утверждение философа арнольда томби о возвращении цивилизации каждые 30 лет несомненно это правильно новый виток цивилизации наступает и мы как бы идем по спирали постоянно возвращаясь к определенному времени так у нас вот времена она буквально ощущается я вижу это каждый день на ю тубе у нас есть свои шуты гороховые которые пользуются огромной популярностью среди населения население запускает фейерверки чему тоже безмерно почему-то радуются фейерверками есть ледяные скульптуры там авто нет туда конечно шутов не сажает но привлекают уродство и страдания что меня лично пугает потому что идет не развитие они некой регресс того что происходит а в свете последних политических событий шутов то прям вот буквально становится частью жизни выбрали одного что поставили другого поменяли никто не ожидал и самое печальное во всем что предполагал вьетнам президент это развитие рождаемости меня пугает две вещи что те кто размножается не работает будет пользоваться благами и будет все делать для того чтобы можно больше рождать детей рождать рожать я считаю это абсолютно неверный шаг потому что надо хотя бы один родитель обязательно работал работаешь никаких пособий тебе не будет или работаешь но не показываешь доходы тем более никаких пособий опять это мое личное мнение может соглашаться да я верю что нужна политика по восстановление демографических провалов как-то знаете вот эта политика направлена на то что рожайте будет вам счастье уже снимают маме на эту тему там младые люди предлагают скорее жениться там выходить замуж для того чтобы получить деньги от государства это неправильно потому что молодые люди должны думать о том чтобы работать в первую очередь обеспечить себя и своих детей за счет государственных пособий второй вопрос который меня еще сильнее волнует кто будет учить и лечить этих детей кто те люди которые будут обеспечивать основные сферы вы знаете что педагоги идут с большой охотой потому что профессия сложные и не к этому способен так же как и врачи а от этих сфер у нас зависит жизнь учителя сегодня настолько загружены бумажным документам оборотом что страшно представить сколько бумаг приходится заполнять для того чтобы обеспечивать профессиональную деятельность такие же бумаги есть и врачей несмотря на то что нам обещают электронный документ оборот бумага меньше не становится это тоже те люди которые пойдут учить и лечить я уже не говорю про все остальное если все начнут рожать сейчас уже классы до середины от поют так что шутовство какое-то шутовство но это не думаю что эта демографическая политика действительно принесет свои какие-то позитивные результаты дави что наоборот еще хуже широкие ряды миграции у нас здесь выстроен вот то здание отдельный миграционный центр и сюда каждый день идут толпы я не против того чтобы к нам приезжали и работали но мне года три назад удалось побывать перед московскими каникулами перед каникулами в Москве на Красной площади я была поражена количеством мусульман я не против ни такой религии но слишком уж это было явно рот в хиджабах с бородами Красная площадь торговля и это не блины шаурма шаирма шашлыки пычу пачмеки и тому подобное все хорошо на образовании абсолютно абсолютно так что ребятушки и время-то возвращается и время-то оно очень веселое оказывается все это на основе все это неестественное неестественное празднество неестественная жизнь это болтология Вимка мое и ничего больше неудача думайте по этому поводу рассказывайте с вами была Гольфьера Абрама мы продолжаем в заснеженных снегах снижиться и и и и и и